Ну а герои нашего следующего репортажа, кражи даже самых откровенных снимков не боятся. Они наоборот, сами их выставляют на всеобщее обозрение, в надежде завлечь как можно больше клиенток. Речь о мужчинах, которые оказывают сексуальные услуги за деньги. Высокие ли спросы, кто на самом деле приезжает по вызову вместо спортивных молодых людей, обещанных в объявлениях? Наш корреспондент Дарья Городского решил проверить. Тимофей, сможешь подъехать с другом сегодня после шести вечера, наверное? Может быть часов 7-8, я попозже позвоню. С другом можешь подъехать? Да, конечно могу. На сайте с особенным контентом специально для женщин фото молодого мужчины. 27 лет, атлетическое телосложение и другие радующие глаз параметры. Объявление обещает, время, проведенное с почти что Аполлоном, будет незабываемым. Бизнес незаконный. Но если встреча с дамами ночными бабочками в интимных салонах часто становится основой сюжетов на федеральных телеканалах, то чтобы выяснить, как устроен мужской сервис, мы провели журналистский эксперимент и пригласили на двойное свидание Тимофея с приятелем. 20 тысяч за человека. Эксперимент проводим под контролем правоохранительных органов. В роли клиенток два корреспондента. Арендовали квартиру, создали атмосферу романтического вечера и подумали о безопасности. А вот здесь есть потайной шкаф. В секретном шкафу в одной из комнат будут ждать условного сигнала помощники, активисты общественной организации. На тот случай, если что-то пойдет не так. Все, красное загорелось. Готово. Через некоторое время в комнату заходит мужчина. Это Тимофей. Сразу переходит к делу. А вы к денежку? Да. Я не еду. А может быть, второго дождемся? Ну, для меня довольно лично какая-то. Вот так поворот. Едва переступил порог, а уже требуют деньги. При этом мужчина совсем не выглядит на 27 лет. Он гораздо старше. Да и не похож на атлета с фото в интернете. Но уговор есть уговор. Отдаем меченые купюры. Спустя несколько минут в помещении появляется второй обольститель. Представился Ильей. И снова требование. Предоплатно? Да. На сейчас? Разговор по душам не заладился. Вместо манеры комплиментов мужчина демонстрирует грубость. Ты хочешь уже делами заняться? Ну, может быть, чего я не попробую. Ну, да. Пойдем, массаж, чтобы я не делаю. Пошел. Романтического настроения как не бывало. Видимо, чтобы спасти ситуацию, Жигало вносит немного конкретики. Ну, все прям про сама Инна. Очень располагающая девушка с сексой. Сразу после этих слов в помещении появляются полицейские, активисты общественной организации и телекамера. Тимофей и Илья принялись закрывать лица от объектива. Их коллеги по ремеслу ночные бабочки женского пола используют в таких случаях полотенце и простыни. У этих обольстителей по вызову свои методы. Здравствуйте. Здравствуйте. Футболочку снимите. УВД заместитель, старший сержант полиции, хрустаков, моя фамилия. Максим Андреевич, чем вы здесь занимаетесь? Ничего. Илья все отрицает. Тимофей пытается взять неловкую ситуацию под контроль. Ботиночки одену. Надев маску без участности к происходящему, рассчитывал усыпить бдительность стражей порядка и участников общественной организации. Попытался прорвать кордон охраны возле двери и сбежать. Больше всего Тимофей боится попасть в объектив телекамеры. Это ночью он горячий любовник. Днем примерно семьянин, любящий муж, отец троих детей и тренер в фитнес-клубе. Я не хочу, чтобы меня это потом в садик вложил еще куда-то, чтобы меня видели. У меня жена все знает. Я не хочу, чтобы мои дети страдали. Жалость не поможет. Оба 40-летних лавеласа отправляются в отдел полиции. Есть такая статья в административной ответственности. Проституция называется. Статья 6.1. 6.11, по-моему, кодекс административных правонарушений. И нет градации мужчина или женщина, в борделе ты оказывал или просто на трассе стояла эта девушка, например, или мужчина предлагал свои услуги. Наказание одно, до 2000 рублей штраф. Только по интим-салонам мужчины, зарабатывающие себе на хлеб таким изящным ремеслом, не ходят вовсе. Обитают ночные мотыльки в основном в сети интернет. Мужская проституция была известна еще в Древней Греции. В публичных домах Афин наряду с гетерами трудились юноши. Услуги знатым дамам мужчины предоставляли и в Древнем Риме, и в Японии 16-18 веков. Что касается России, то сама проституция в традиционном понимании появилась относительно недавно, говорят историки. Долгое время Россия была страной с аграрной экономикой. Оказывать интимные услуги было попросту некому. Но с появлением крупных городов, флота и армии все стало по-другому. По сути, российская проституция берет свое начало в 17 веке. Тогда бедные крестьянки со всей страны в поисках заработка бросились покорять сначала столицу империи, а затем и Москву. С этим пыталось государство бороться. Пыталось бороться системно, начиная с Петра Первого. А вот Николай Первый, который был вообще большим любителем регламентации всего и вся. Полиция выдавала свидетельства, которые вводили женщину, так сказать, в правовое поле. Это либо желтый билет, либо желтый бланк. Здания, где располагались публичные дома, отличались говорящей архитектурой, чтобы клиенту было легко найти увеселительное заведение. Большая Сухаревская площадь в Москве. В 19 веке здесь начиналась русская улица красных фонарей. По словам современников, публичных домов здесь было не счесть. Работали в них дамы, а мужской проституции в дореволюционной патриархальной России просто не знали. Историки говорят, ночные мотыльки веяние времени. Женская эмансипация дает о себе знать. Но в целом явление нездоровое. Действительно, как закончится свидание за деньги с незнакомцем из интернета, можно только гадать. Это не секрет. Под видом обольстителя на огонек может заглянуть не только обычный проходимец, но и коварный преступник. Что касается Ильи и Тимофея, отвечать им придется по закону, как обычным проституткам. Тонкости ремесла не делают различия между мужчинами и женщинами. И в этом смысле древнейшая профессия давно уравняла в правах представителей обоих полов. Дарья Городского, Сергей Новиков и Всеволод Лугин. Вести, дежурная часть.